Благословен Господь, Бог наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов, и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Для начала я бы хотел попросить, чтобы вынесли сюда ящик для цдаки. Пока его несут, у меня есть пару секунд, чтобы тоже засвидетельствовать, и буду совсем краток. 14 лет назад мне три врача в Кишиневе поставили диагноз экземы, сказали это навсегда. Где-то несколько месяцев назад в Украине, здесь в Одессе, один врач это подтвердил, другая не выносила никаких диагнозов. Но на разборе Торы мы молились об этом, и руки у меня чистые совершенно. То есть Бог реально исцелил, через врачей, но он исцелил. Когда я был в больнице, мне поставили диагноз сахарный диабет, сказали пожизненно. Неделю назад я был у эндокринолога, она сказала, молодец, умничка, сахар за последние три месяца в норме. Врачи ставят диагнозы, Бог их отменяет. Так что доверяйте ему, он силен это сделать. Так, смотрите на этот замечательный ящик. Это имеет отношение к нынешней недельной главе. Значит, нынешняя недельная глава называется Рье. Значит, краткое содержание – это законы, храмы и служения. Значит, два пути свобода выбора – это путь благословения и путь проклятий. То есть, собственно, мы можем идти по одному из них, выбор за нами. Уничтожение идолопоклонства, единый храм, запрет индивидуальных жертв, правила убоя животных, запрет употребления крови в пищу, служение Богу не по обычаям идолопоклонников. Дальше идёт речь о лжепророках и совратителях к идолопоклонству. Законы святости, кашрут, социальная справедливость. Значит, и здесь говорится о второй десятине, о десятине для бедных, о годе прощения долгов, об одалживании денег, освобождении рабов евреев, первенцы скота и предписании празднования трёх праздников – шалош-хар-галим, это песах, шавот и сукот. Значит, и о чём бы я хотел говорить сегодня? Значит, есть такое место в нынешней недельной главе, где говорится, там вы не должны, там, то есть в земле обетованной, вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ещё не вступили вместо покоя в удел, который Господь Бог твой даёт тебе. То есть речь идёт о том, что Бог акцентирует внимание, что вот есть состояние сейчас, а это было в пустыне, и каждый поступал так, как ему казалось, правильным, справедливым. Но вы знаете, что именно в пустыне Бог даровал Тору, Бог формировал нацию, и, соответственно, когда эта нация, когда народ Израиля вступает в землю, там он должен уже руководствоваться не тем, что ему кажется правильным или справедливым, но тем, что предписывает Слово Божье. Я вам хочу сказать, что мы все, когда пришли из мира в мире, и даже здесь, к сожалению, многие поступают именно так, как кажется им справедливым. И поскольку нынешняя недельная глава говорит немножечко о десятине, я хочу тоже об этом поговорить, именно как об определённом принципе, который Бог раскрывает через эти заповеди. Когда-то ещё, когда я был новообращённым, меня интересовал вопрос десятины, значит, и я решил сходить в синагогу и поговорить с раввином, что раввин думает об этом. Это в Кишинёве было. Прихожу в синагогу, а там просто служитель какой-то, никого нет. Говорю, я бы хотел с раввином поговорить. А, нет, говорю, я хотел бы тут поговорить с кем-то о десятине. А этот служитель сразу, о, десятина – это вопрос духовный, это только к раввину. Для меня это было так удивительно. Десятина – это же вопрос денег. Это всё находится в нашей сфере под лозунгом «А что я с этого буду иметь?». Знаете, вот в Одессе меня научили этому принципу. А что я с этого буду иметь? Давайте разберёмся, а что мы с этого можем иметь? Для чего, собственно, Бог заповедал всё это? Ведь, собственно, Он заповедал всё для того, чтобы нам было хорошо. И хорошо не просто, вот как хорошо, но временно, знаете, как временное греховное наслаждение, но чтобы мы действительно через это хорошо учились у Господа, познавали Его. И вот, значит, смотрите, Писание вообще говорит о трёх десятинах. Недавно, если помните, была проповедь, учение такое, Саша Шейного рассказывал нам об этом. Я хочу обратить внимание на такой момент. «Бог свят, Он обладает этой святостью, значит, и Он нам говорит, будьте святы, ибо я свят». Значит, что такое святость? Святость – это, собственно, отделённость от греха, от всего мирского, от всего эгоистичного. Значит, и, собственно, Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы. И вот Он этой святостью делится с нами. Каким образом? Значит, смотрите, что Он показывает. Вот первая десятина, то если можно открыть Левит 27-30, значит, первая десятина, значит, это святыня, Писание говорит о том, что это святыня Господу. То есть она принадлежит только Ему и никому больше. Человек должен был это отделить, отдать и никоим образом к этому даже не прикасаться. И это показывает о том, что святость принадлежит только Богу, и никто ею обладать и владеть сам по себе не может и не имеет права. Но есть другой момент, связанный с десятиной. Это вторая десятина. Значит, откройте, пожалуйста, Левит 14-23. Там открываются эти места? Жаль. Ну, вы запишите и на досуге прочитаете. Значит, там говорится о том, что десятина, ее целью, ну, это вторая десятина, чтобы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. То есть Бог делится своей святостью с нами, но для того, чтобы эту святость иметь, необходимо что-то делать. Через это мы учимся бояться Господа Бога своего во все дни. И Писание говорит о том, что начало мудрости страх Господень. И если у нас нет страха Божьего, то о какой мудрости может идти речь, о какой святости может идти речь? Значит, но, как мы видим из Писания, для того, чтобы это иметь, знаете, как написано, что делами вера достигает совершенства. Так вот, именно отделяя десятину и поступая с ней по Слову Божью, мы и приобретаем Божью святость, и мы утверждаемся в ней. Третья десятина, ее цель, это второзаконие 14-29. Значит, чтобы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. То есть, смотрите, как интересно. Мы живем на земле, и мы, собственно, работаем для того, чтобы прокормиться. И работать можно очень тяжело и безрезультатно. Можно тяжело и с результатом, а можно легко и с результатом. Значит, и вот это все зависит от Господа и от наших отношений с Ним. И получается, что для того, чтобы Господь действительно благословил нас, нам необходимо тоже что-то делать с десятиной. Я сейчас не говорю всех нюансов и подробностей, я просто показываю моменты, что Бог обладает святостью, Он наделяет нас этой святостью, и Он призывает к тому, чтобы мы этой святостью делились с окружающими. И это все в контексте десятины. Значит, и что еще по поводу вообще как бы материальных благословений хочу сказать. Значит, 15 глава «Авторозакония» — это нынешняя недельная глава, говорит о годе прощения. Она также говорит вот интересную вещь. Вот 15 глава, 4 стих. В синодальном переводе написано «Разве только не будет у тебя нищего?» А, собственно, оригинал говорит вообще по-другому. Говорит, не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь Бог на той земле, которую Господь Бог-то дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство и так далее и тому подобное. То есть, обращая внимание все-таки на более конкретный, более правильный перевод, здесь говорится о том, что Бог обещает, что Он может благословить свой народ таким образом, что у нас вообще не будет нищих. Можете себе представить? Если мы живем, соответственно, там таки написано, если будешь исполнять заповеди, если будешь поступать, если будешь жить в соответствии с этим, то у тебя не то, что не будет нищих, ты будешь давать в долг многим народам, а сам не будешь брать ни у кого в долг. Понимаете, насколько сильно? Но! Седьмой стих. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих. Вопрос, откуда появляются нищие, если Бог силен благословит нас так, что нищих не будет? Дело в том, что когда наша плотская природа включается в реализацию Божьих заповедей, Божьих благословений, то мы, к сожалению, привносим что-то, в результате чего проявляется негативная сторона, скажем так, жизни в этом мире. То есть, вот ключевой момент. Бог может благословить так, что нищих не будет, но если все-таки случится так, что будет, то, значит, то, ну, как бы получается, что мы влияем на этот процесс, от нас зависит вот это вот все. Что? Реализуются Божьи благословения или нет? Дальше Писание говорит следующим образом. Значит, это уже одиннадцатый стих той же главы. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей». О чем это говорит? О том, что человек будет проявлять все-таки, народ Божий будет проявлять непослушание, упорство, что приведет в конечном итоге к тому, что нищие не переведутся. А дальше еще более печально. Двенадцатый стих. «Если продастся тебе брат твой, еврей или еврейка, и станет рабом». То есть, смотрите, как интересно, начинается с того, что Бог обещает благословение настолько масштабное, настолько обширное, что нищих вообще не будет. Потом говорит, если же вдруг будет, а потом говорит, однозначно будет, а потом говорит, будут даже рабы. То есть, вот насколько мы можем все испортить. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны к тому, чему учит Слово. Значит, и сейчас уже, к сожалению, нет времени. Я не просто прошу, я настоятельно рекомендую вас прочитать на досуге книгу пророка Агея. Она маленькая, всего две главы. «Прочитайте, помолитесь, пусть Бог говорит к вам, к вашим сердцам». Там пять раз используется слово «обратите сердце ваше». И в чем ключевой момент? Не говорит «обратите сердца ваши», а «обратите сердце ваше». Он обращается к народу. И там идет речь о восстановлении храма. Бог обращает внимание на то, как тяжело работал еврейский народ в то время, во время восстановления храма, это период Зарававеля, Езра, Нееме, это вот после Вавилонского пленения. Значит, и там Бог обращает внимание на то, как тяжело люди работали и зарабатывали, и с чем это связано. Бог говорит «я это развеиваю». Вы работаете, а я это развеиваю. А потому что дом Божий в запустении, а вы устраиваете свои дома. Понимаете? И интересно, что пророк вещал 21 или 22 дня, я сейчас точно не помню, взывал Агей к народу и к руководителям. И написано, что они послушались. И написано, что в них появился страх Божий. И они оставили свои дела, и они начали строить дом Божий. И через два месяца Бог опять через пророка обращается и говорит, «А вот теперь посмотрите, вот как было раньше, а от сего дня я благословлю». И в двух словах, в нашей общине сейчас есть нужда. И это говорит о том, что община, вот мы как народ, мы не следуем тому пути, который Бог определил для нас. Вот в отношении финансов в частности. Потому что сколько нас много, а община реально сейчас не имеет денег для того, чтобы покрыть аренду. За это надо платить. А платить нечем. И вот для тех, кто не знает, я хочу обратить ваше внимание на этот ящик. Он обычно там стоит, в прихожей. Вот это то место, где вы можете, скажем так, совершить чудо. Каждый из вас может совершить чудо. Положить здесь, а оно откроется на небесах. Потому что написано, что имеющее себе свидетельство принимает десятины. И пожертвование, понимаете? Реально есть нужда. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы мы могли иметь личное благословение в тех делах, которые Бог дает нам заниматься. И материальное, и душевное, и духовное. Давайте поступать по Слову Божию. Давайте будем действительно с семьей, а не просто клубом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok